В маленьком селе Гусиная Поляна, принадлежащему к двум районам, Харьковскому и Змеевскому, Большая революция. Люди восстали после того, как единственную связь с противоположным берегом и поселком Васищево, мост через речку Уды, снесли без ведома жителей, а строить новый так и не приступили. Свой протест и недовольство люди выразили на митинге в центре села, который прошел в четверг. Разобраться с ситуацией и пообщаться с жителями в воскресенье лично приехал народный депутат Украины Евгений Мураев, председатель Змеевского районного совета Евгений Сироткин и главы Боровского и Васищевского совета. На встречу с представителями власти пришло около 300 человек, почти половина жителей Гусиной Поляны. Люди возмущены, почему убрали мост, не посоветовавшись с ними. Там мост разобрали, нам ничего не сказали, не собрали нас, что-то такое. Остались без моста, а теперь что делать? Что теперь делать? Проблема моста поднимается с 99-го года. Особо остро стало в 2009 году, правильно, когда его признали аварийцем. Более того, от него отказался облафтодор, его передали на баланс-совет. За прошлый год титаническими усилиями и благодаря, вот вы на председателя кричите, а зря, были найдены деньги на его реконструкцию. Но скажите, кто-то верит, что мост можно починить за неделю или за дню? Нет, нет. Это чего вы кричите? Начаты работы, выделены деньги. По словам Сергея Двойникова, вопрос аварийности моста не один год поднимали и жители Гусиной Поляны. Сегодня удалось найти деньги на его реконструкцию – 4 миллиона. Миллион выделили с областного бюджета, еще 3 миллиона – средства Васищевского постсовета, на чьем балансе мост и находится. Затормозил работу по реконструкции проект, сделанный несколько лет назад. Собственно, к фирме-проектировщику, производственному предприятию «Мост-1» немало вопросов возникло и у Евгения Мураева. Ведь выполненный проект нужно дорабатывать. Также закрадывается подозрение, что сами проектировщики мосты в глаза не видели. По проекту новая переправа должна стоять на старых опорных конструкциях, большинство из которых сегодня держится на одних железных арматуринах. Разбить бетон до такой степени за три года невозможно. Скорее всего, бетонные конструкции проектировщики не исследовали, а проект состряпали на скорую руку. Производственному предприятию «Мост-1» будут выдвинуты претензии, заявил народный депутат, и требуя вернуть деньги за некачественный проект. Мосту, который демонтировали в сентябре этого года, почти 50 лет. Не один год местные жители производили его ремонт своими силами. Но если ранее по нему курсировали автомобили максимум в 10 тонн, то за последние несколько лет огромные фуры весом в 30-50 тонн добили его окончательно. Через этот мост ходят машины грузоподъемностью по 30-35 тонн, а полная масса 50, а может и больше тонн. А мост деревянный. Возникшая ситуация будоражит и местных жителей. Сегодня единственным средством переправы через речку служит лодка, которая доставляет людей на противоположный берег за 5 гривен. Спасибо, что есть лодка, которую сделал какой-то дядя рыбак. Значит, и она садится вместе с мамой. Мама на работу, она в садик. Вот доехали 5 гривен, оттуда отдали 5 гривен оттуда. Альтернатива мосту – дорога через село Боровая. Так приходится делать круг. Но жителям следует немного подождать. Не демонтировав, мост не построишь. Эти неудобства временны. Новую переправу планируют открыть уже в июле следующего года. Ситуация действительно острая, сложная. Объезжать, час времени терять, ехать по этой дороге не хочется никому. Ну, не построишь, не поломав, факт. Работы ведутся и будут продолжаться. И пока мы не сделаем, мы не успокоимся. Сейчас просто заминка. Надо сделать в новообследование. Потому что в течение трех лет, когда затарился проект по реконструкции, поменялись глубины. Ну, допустим, этот мост не сразу строится. Мы все это понимаем. Но по буровой дороге невозможно. С дорогой власти также обещают помочь. Зминской райавтодор с 12 ноября грейдером пройдет все ее опасные участки. Начальник предприятия Юрий Макаренко также гарантирует и нормальную проезжаемость на дороге в осенне-зимний период. Этот вопрос лично взял под свой контроль Евгений Мураев. К тому же по этой дороге будет ограничено движение грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Установят соответствующие знаки, а движение будут контролировать сотрудники госавтоинспекции. Добраться до Харькова и близлежащих пунктов можно и электричкой. В понедельник появляется знак, контролирует большегрузный транспорт. Зимой чистим, убираем, за этим следим. Демонтаж моста действительно принес немало неудобств жителям гусиной поляны. Но этот шаг нужен не только для строительства новой переправы, но и для безопасности самих жителей. Ведь на аварийном мосту не сегодня-завтра могли погибнуть люди. Почему снесли мост? А теперь представьте ситуацию. Если бы он не был бы снесен, и кто-то из ваших родственников, может не родственников, кто-то, попал бы и погиб. Подождите. Вот вы перебиваете. Так вот тогда бы, тогда бы, а тогда бы вот он был бы в тюрьме или кто-то другой. Тот, кто не снес. Все это вали местные жители и на отсутствие в селе отделение почты, которое закрыли несколько лет назад. У нас ни почты нету, почту два года назад у нас закрыли. И представляете, все проблемы, мы ходим на центральную усадьбу, так будем говорить, туда, где постсовет, где больница, где почта, все туда. Кто пешком мог дойти через мост, кто подъехать мог, ну, как получалось. Евгений Мураев направил депутатский запрос в Харьковскую областную дирекцию Укрпочты с просьбой возобновить работу отделения. К тому же, если с открытием отделения все же возникнут проблемы, нашли альтернативу установить здесь терминал Приватбанка, где люди смогут получать пенсию и проплачивать коммунальные платежи. Но больше всего пугает людей то, что в экстренной ситуации скорая помощь к ним может не поспеть. В связи с этим уже на этой неделе в Боровой планируют сделать пункт временного базирования скорой помощи. По дороге в Гусиную поляну бросаются в глаза огромные горы мусора. Люди возмущены, контейнеры вывозят нерегулярно. Нарекания на работу коммунальщиков выразил и народный депутат. Уже сегодня к работе стихийных свалок «Змеевсервис» приступил. В Гусиной поляне увеличат и количество контейнеров для сбора мусора. Нуждается в замене окон и гусинополянская школа. Евгений Мураев пообещал заменить часть окон за собственные средства. Часть поменяют за счет родителей и районного бюджета. Также весной народный депутат подарит селу новую детскую площадку, которую установят во дворе школы. Общение с представителями власти несколько остудили общую агрессию людей. Обещаниям поверили, но предупредили. За словами должны последовать действия. Если таковых не будет, обещают вновь выйти на митинг. Надеемся, но мы не остановимся над этим. Это не все. Мы, если что, перекрывать будем трассу.